Автобус, где кажется каждый миллиметр, насквозь пропитан событиями военных лет. Здесь можно услышать и знаменитую «Катюшу», и многие другие, всем так хорошо известные песни о Великой Отечественной войне. В качестве артистов-вокалистов творческие коллективы «Полоск», а также работники учреждений образования города. Так, с 1 по 4 июля по маршруту номер 4, следующего от микрорайона Мариненко до микрорайона Боровуха, два города Полоска, уже курсирует необычный автобус памяти. В автобусе размещены плакаты с номинованиями воинских частей, которые освобождали Полоск, и с фамилиями командиров этих частей, которые получили за освобождение Полоск, получили номинования Полоски. Для меня это, наверное, очень душевно, потому что у меня мама хорошо поет, пела точнее. И когда праздновали День Победы, всегда эти песни звучали. Поэтому они в сердце, наверное, не только моем, но и всех палачан. Вместо привычных рекламных листовок и брошюр в автобусе разместили более сотни фотографий фронтовиков, которые принимали участие в освобождении Полоска. Более того, все фронтовики – деды и прадеды учащихся в школы гимназии города. Даты курсирования патриотического автобуса тоже не случайны, ведь в те далекие годы, ровно 75 лет назад, операция по освобождению Полоска пришлась как раз на 1 июля и завершилась 4 июля 44 года. Будем раздавать календарики на протяжении всего маршрута номер 4, будем ездить со всем пассажиром, люди напоминают, что это такое, потому что некоторые, возможно, не знают. У нас есть, мы только знаем праздник, к сожалению, 3 июля, мы знаем, что на работу не надо. Хочется быть ближе к народу, выбраться, скажем так, пообщаться с людьми и чем как-то помочь обществу. Подобные акции – дань памяти участникам Великой Отечественной войны, которые внесли неоценимый флат в общую победу и освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Ведь никто не забыт и ничто не забыто, и Беларусь помнит. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.